Благодарим Тебя, Христе Божий, я конкурсируйся на земных Твоих благ, и дыши нас и небесного Твоего в Царстве. Но якопосреди общеников Твоих пришелось и спаси мир, дай я им, приди к нам и спаси нас Твоего. Слава Отцу и Сыне и Святому Духу, ныне и Трис Своего веки веков, аминь. Господи, поминуй, Господи, поминуй, Господи, благослови, не пройден ищу силы, не труп одиноких. Почни все потребное для сей жизни и до будущего. Аминь. Аминь. Спаси Христос, Павел Равен. Спаси Христос. Спеши, куда тебе успеешь? Молите, такие говорятся, идиотики. Я днем очень сильно хочу спать. Но перебарываю себя, чтобы не лечь. И Никита видел, я вам вчера показал, там старый, где в бульдозе брал, заросла трава, я так вырубил под ноги, дальше клеенка растяла и сидеть, и с пласты наложил кверху, как диван, чтобы можно было. И укриться от полутов, полуты, чтобы не кусали. И наковарник какой-то, то есть все обдумано. И уже могу отдохнуть, но все равно неудобно. И мне надо знать, как он работает. Я записываю, где не работает, сломался. Я же не буду платить за это. За заправку такая, сейчас сорок ушло, сейчас сорок, это больше двух тысяч. Но ясное дело, что это, я до этого там и нахожусь. И вчера под этот залез, под свой шатер-то натянул, палатку, которую вы сделали, она у меня на 8 колышков забита, и посередке повыше стекает. И сама где-то промокает. Я там другой палаткой сверху под себя подложил старую, она тоже дырявая, клеенки новую. Глушков, говорит, подарил. И как я не боролся, а сон меня одолел. Я не заметил, что уснул. Ну, уснул, ну это в пределах максимум 15 минут, а то и меньше. Ну, уснул крепко и во сне слышу тоненько, кто-то и говорит здесь. А я когда ложился, думаю, этот приедет, будет разворачиваться в палатке, так как бы он меня не задел. Я лопату в одну, думал, надо мне красную материю взять в виде фашка, чтобы видно было, обдумать. И кто-то тоненько так, кто здесь? Я не понял, а кто это? Я думаю, вылазить не буду, уже проснулся. Я говорю, назови сначала, кто ты, чтобы я тебя слушался. Кто крещеный? Нет никого. Значит, не крещеный кто-то был. Я постепенно, давай задом вылазить, ну как волщица из норы, она задом, говорит, вылазит. Я выпался оттуда, нигде никого нет. Трактор этот один работает. А у него заднее правое большое ведущее зубчатое колесо, вот так вот идет которое. И оно с той стороны шлится, и в нее болты примерно три пальца вот так вот. Вместе это болт. И вот такая как бы шайба. И вот это потануе ключ, есть такой ключ, представляешь, он со всех сторон объемлет который. И у него такой есть. И он не видел, что у него они разболтались. И он маленько выдвигается, а там рядом чугунина такая, и он сразу его срезает и нету. Он этого не знает, едет дальше. Теперь легче. Один уже зуб выпал, второй зуб. Если зуб один выдержит, остальные уже посыпятся. Еще раз два подряд вылетело, но они довольно часто там стоят-то. И он остановился. Остановился, мало ли еще. 5 минут стоит и вытаскивает этот ключ. Ключ он такой большой, вот так вот. Такой вот и дальше рычаг, вот так под буквой Г. Его надо теперь закрутить. Он увидел, большая беда. Срезало, срезало и обрезано там. Его не вытащить, ничего нельзя уже. Его только надо разбирать. И во что он вернутый, не в самом колесе, а оттуда. Я когда увидел, так ах, вот, а он спокойный. Я говорю, и что теперь дальше? Ну это, ну там, воробля, здесь-то она работа как-то не окончена. Я же рассчитываться не буду за неоконченную работу. Но нет, будет. Правда, она еще работала. Его-то затягивает. Вот так. Я помогаю ему, и вот так, как только ключ вот здесь вот, эта гайка-то, она стоит вот так вот, на них он заскакивает, и ногами двумя трясет своим весом. Ну, было бы там глушков, там он бы легко шло. Опять. Снова закладывать. Я говорю, нельзя, ну, рычаг-то, лобик рез. Ну, послушал, а это трубка-то, которая после буквы Г-то заворачивается. А туда трубка, он туда вставил лобик, и теперь у нас дело лучше пошло. Теперь я пошел это, давить. Я думаю, может, я больше его здесь. Я посмотрел, сколько у нас ушло. Я записываю и все записываю. А то я ему за это платить-то не буду. И он-то видит, что записываю, а потом только будет. Я доволен. Но гляжу, он в левую сторону расширяет дороги, уже в два раза шире сделал. Зачем? И спускает туда землю. Так и по сей день, не знаю, и спросить неудобно. Думаю, ладно, лишнего не будет. Но, которая уже сделана. Почти половина трассы сделана. В смысле больше метра подняли платину. Вот платина, которая воду держит. Если ее поднимать на метр, то ее на метр шире надо туда делать, а на метр шире вниз. У пирамиды идет. Иначе она не может землю насыпать и вот так идти. Ей надо идти дальше. А раз она поднимается выше, значит, она дальше и должна так быть. А тут слишком много. Ну, думаешь, что-то я не понимаю. Я прикидаю всегда, как он отреагирует на это. Да еще и говорит не раз слышу-то. И спросил да зря. Ну, стою, только молюсь. Гляжу, в следующий рейс повернул и идет. А мне молиться есть о чем. Когда ты был, Никита, я тебе говорил, Никита, по-быстрому домой. Гляди, весь небосвод темно-синий. Видно, что идет очень сильно. Ну, Никита ушел, лежу, проскочил. Никита домой до дождя, так? А я один там. А он ездит. Молнии там сверкают с той стороны. Я стал молиться. Я стал, Господи. Нам бы погода-то как-то не может никак. Когда грязь, он ее грядет, грязь она еще расплывается. Бесполезно. Налипает одно, а другое на нее нельзя еще положить, она расплывается. И лежу, просвет. Отошел в сторону. И на эту сторону. И среди этой мертвой зоны, тущий вдруг появляется коридор. И там сверкают молния в Кадниково, 12 километров и 20 километров шарщина. А на нас то чуть-чуть, маленько брызнул, то я в палатку-то и залез. Вышел совершенно чисто. И там молнии сверкают и тут. Я считаю, Бог услышал чудо. Кто-то за нас молится где-то. Чтобы мы никогда не забывали воздать Богу славу. Потому что мы делаем дело не такое, что свое. Я маленький вам даю поучение. Вот здесь была кошка. Видите, я закрыл, вытащил туда стекло. Котенку кто лез? Кто брал в руки? Кто брал трогать? Трогать не надо. Если она заметит кошка, что берем, она сразу его в зубы нырнула и нам больше ее не найти. И она его утащит где-то за километр. И у нас было такое. Четыре котенка. Потерялись. Нигде нету. Она заметила наше волнение и утащила, утащила к старому колодцу туда, который есть-то. И они когда вышли играть, уже играть, уже большие это. К ним подойти нельзя. Они все дикие. И все погибли. Дикие. И приучить уже нельзя. Маугли. Это бесполезное дело. Не трогать. Но тут еще один секрет. Там они. Кошку кормите. Как покормили. Чашку или все. Сразу поднимайте на лестницу куда-то. За котенком сегодня ухаживать не надо. Но он ест и отправляется. Он ест только материнское молоко и она вылизывает его и съедает. Я сейчас что-то не помню. У собак-то есть это? Как только он начал есть котенок, все бесполезное дело. Она его теперь не зализывает. Он теперь ищет, где будет мочиться. Там он не понимает где-то. Ну, мне придется ставить, вытаскивать его на землю. И здесь начнется работа. Чем дольше его не кормить, тем нам легче. Вот почему. К котенку не подходить, не кормить. На полу, чтобы ничего себе удобного не было. Даже нечаянно обродина он съест, она уже... Зачем она будет? Потому что там свой запах видно, я так понимаю. Вот она видит. Ее не обманешь. Ее заложено все. А она здесь задает тон. Рыжая. Иди сюда. Рыжая, иди. Какая она хорошая. Мамка такая замечательная. Их хвост такой большой у ней. Значит, слушайте внимательно. Это обман будет. Раз, а во-вторых, вы создадите неудобства для нас всех. Мы уже тут разобрали, что нарушена была самая юбка выше всех поднята у нашей сестры. Оглядывались там в храме. То есть мы вносили нарушения в наш устав. Это не годится. Нигде, нигде в храме не оглядываться. У нас даже так записано в конце, что если ты вещи забыл, ой, там я вещи забыл, храм не открывается, следующее воскресенье возьмешь. Ну а бывает так, что забыла, и она принесла кому-то помидоры, поставила, забыла, закрыли, но через девять там еще не будет. Пришла я не могу открыть. Теперь придумай, как сделать, чтобы устав не нарушить. Стали думать, как? В храме еще не забыли. Да кажется, топить хотели. Так, кто хотел топить? Да найти его. И вот он пойдет топить, а ты с ним вместе зайди. Поняла? То есть мы взяли, что хотели, и не нарушили устав. Мы не искусственно это делали. Но все должно согласовываться. Главное, это не нарушен устав. Приучите их к строгому соблюдению закона. Законно послушный гражданин дольше живет. А ты, да я не виноват там где-то, раз, другой тебе может и сойдет, но все время сходить не может. И не каждый милиционер тебе поверит. Нас дорогой задерживала милиция, полиция. За рубежом вообще нас не трогали, а здесь трогали. И не один раз. И все, ехать нет. И пойду, пошел у нас второй дальнобойщик Николай Павлович Кручина. Очень опытный. приходит, паспорта-то забрали, куда поверишь-то. И все, не отдают? Ну то есть нужно что-то давать-то. Ну я пойду. Да не надо, бесполезно. Ну разреши. Он по движению старший. Я хоть старший в группе, но бесполезно. Там они такие. Давай помолимся. Помолились, я пошел. Ну прошло пять минут, я иду, говорю, паспорта. Вот и как отдали? Отдали. Так это не один раз, если бы один раз. Не один. Другой задержал. И все, которые смотрят ролик, говорят, да он накаченный, это наркоман, он под кайфом, он билисонер. Снимает. А у тебя документы есть на этот аппарат? Ну какой документ? Это мой аппарат. Ну то есть подкапывается где-то как. Ну пошли к начальнику. А начальник через дорогу. Наш идет и снимает. Нельзя снимать? Снимай. До дверей там. А там уже нельзя в кабинете. Начальнику дали документы, он посмотрел. Отпустив. Я показал, кто за нас ходатайствует, кто просит, где мы были, какой груз, на каком основании вы смотрите. И он понял, намного дешевле им отпустить нас. Махнули рукой, мы поехали дальше. Нас за ваххабитов принимали. Подъехали. А вы куда едете? В Приднестрою. Мы смотрим, сетки натянутые. Там военная техника забрана. Тут война идет. Разворачивайте мужики. Да нам куда ворачивать, нам надо вперед. Показали книги, ехать надо. Они дали сигнал назад. И по пунктам нас везде пропустили и задерживали дальше. Почему за нас все молились? По любому делу, которое ты хочешь делать, надо молиться. Тебе вот этой безответственности, глупости, а тебе от непослушания избавиться. Право молиться об этом. Если ты не будешь молиться, я ничего не сделаю. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сама себе не поможешь. Кавычки закрытия. Святой Анзо Тауст. Ну а как? Бог насильно не может этого сделать. Тебе дали это дело, ты сделай. Верни. Тебе дали указание. Вот что я тебе взяла, я буду помнить. На мне все государственное. И эту материю тоже дали государству. Я знаю как, где. Все понятно говорю? Нигде не залазьте. Сейчас хлопцев я возьму. Я не знаю, хватит или нет на всех деревьях там наложили. Можно еще сделать. А? Еще что, хотя бы 5. Сейчас пойдем, связывать будете солодки, пачкой. И потом мы уже пойдем на это. У меня все. С Богом. Смотрите, богата. Не уйду, пока не убьют. Я их поражу. Он бувал, блин. Ну, не трожь ему. Ну, нет. Все. Все. Дышающий любой, да? Так. Сегодня готов фильмы какие смотреть. Потом на занятия всем пойти. Дети, вам не полезно полыть. Там вопросы разбираться будут. И сволить, и сволить, и сволить лучше святывать. Это тоже ваше труд. Это тоже ваше труд. Не надо. Я очень хочу, чтобы вы были радостью родителям. И дедушку порадовались. Утря приезжали. Дедушка скажет, что мы не есть. А чего извали. Скажи, вот это там не было, я это за спросом вот так ию. У меня все, теперь я сделал как надо. Я все добиваюсь. Я уже не за день не работаю. Пойдемте. Пошли. 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 Пошли.